Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Идет комплексное благоустройство. Я думаю, что жители, которые проживают в этих домах, они уже получили удовольствие. Комплексное благоустройство дворов продолжается. Конечно, смотря на это здание, мы понимаем, что здесь необходим ремонт. Делегация Общественной палаты Московской области оценила качество и доступность медицинской помощи в больницах Люберец. От сложности проема, от насколько он большой и обстановка вокруг него. В округе продолжается борьба с незаконными проломами рядом с железнодорожными путями. Мы пришли на соревнования. Хотелось бы выиграть, но участие тоже важно. Про отборочные соревнования по уличному футболу расскажем в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации Люберецкого городского округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления, ведомств и экстренных служб проинформировали об объеме работ, выполненных за прошедшую неделю, и об оперативной обстановке. Подробности в следующем материале. В МВД Люберецкое поступило 2008 обращений. 190 из них о правонарушениях сообщил по видеоконференц-связи заместитель начальника Игорь Абраменок. Зарегистрировано 24 преступления. Одно убийство пока в настоящее время не раскрыто. На этом плане работаем. Причинение тяжкого вреда здоровью. Два преступления, два раскрыто. Изнасилование одно, одно раскрыто. Грабежи и разбойных нападений не зарегистрировано. Для люберецких пожарных неделя выдалась сложной. Часть гарнизона перебросили в Рязанскую область на борьбу с лесными пожарами. На оставшийся караул пришлось 10 возгораний. 8 из них в Люберцах. В их числе техногенный пожар. 16.08 в 13.49 минут Люберцы, улица Весенний, напротив дома 1. Загорание в башенном кране на площади 4 квадратных метра трансформаторной будки. Пострадавших нет. Отдельно Максим Катаев остановился на лесных пожарах. Возгорания участились. На неделе пожары произошли на территории Томилинского и Виноградовского участковых лесничеств. Каждое загорание больше половины гектара. Трофяной подстилки и порубочных остатков. И вчера загорание было в лесах на земных населенных пунктах на площади 1 гектар. В сфере ЖКХ, напротив, неделя прошла спокойно. Аварийных отключений систем газа, вода и электроснабжения не было. За прошедшую неделю поступило 3415 обращений. Основная масса обслуживших обращений по такой тематике – это Мособлый Ирц, качество водоснабжения и основная доля уходит на справки. Участники совещания заслушали доклады о состоянии и уборке дорог и парков, о работе ЕДДС и о достижениях люберчан в спорте. Состоялась церемония награждения тренера по гребле на байдарках Иканоя и Клементия Рудского, чья воспитанница Ульяна Федина в составе сборной Московской области завоевала бронзу в дистанции 5 километров. Первенство России по гребле прошло в Воронеже. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Сотрудники Люберецкой администрации совершили очередной велосипедный объезд с территории муниципалитета. Оценили качество работ дорожных служб, управляющих компаний и объектов торговли. В зону внимания попали дворы, детские площадки и пешеходные зоны в поселке Октябрьский. В первую очередь участники рейда уделили внимание содержанию дворовых территорий и внутриквартальных дорог. Некоторые дороги покрыты плитами, которые давно износились. Много ям. На Первомайской улице обновлена дорожная разметка. А во дворах укладывают новый бордюрный камень. На качество уборки при домовой территории жалоб мало. Дворники подметают улицу и собирают мусор каждое утро. Зато много вопросов к содержанию газонов. Мы сюда ехали, прям глаз радуется. Пятиметровая зона окошенная такая. Здесь давайте танцы сделаем. Стоянку маршрутов 943 и 1223К взяли на контроль. Кроме бурьяна и наваленного на обочинах мусора, общественный транспорт припаркован с нарушениями. Большое внимание детским и спортивным площадкам. У седьмого дома по улице 60 лет победы, двор ухоженный. Просторный игровой комплекс, есть тренажеры. Но в песочнице нет песка. А на территории спортивного ядра повреждено резиновое покрытие и сломано баскетбольное кольцо. То есть все эти замечания отрабатываются, держатся на контроле и такие проблемы решаются очень оперативно. Но есть задачи, скажем так, по дополнительному благоустройству. На следующий год в некоторых дворах определены места благоустройства. Это замена детских игровых комплексов, комплексная и дополнительная асфальтировка. Тротуар планируют сделать на Первомайской улице. Пока пешеходная зона больше напоминает народную тропу. Ремонт дорожного покрытия ожидается и в микрорайоне Западной. Здесь уже подготовлена площадка для установки детского спортивно-игрового комплекса. Следующий рейд по содержанию территорий будет сформирован также по наибольшему количеству обращений жителей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Каждое лето в округе проходит комплексное благоустройство дворов. И этот год не стал исключением. Придомовые территории приводят в порядок в рамках программы «Комфортная городская среда». На одном из участков в Малаховке, где работы подходят к концу, побывали мои коллеги. Двор на улице Шоссейной между домами 6 и 8. Техника и люди трудятся здесь с начала месяца. Через несколько дней на этой территории уже не будет шума от ремонтных работ. Дорожки дает хорошо. Меньше воды будет лучше. Ремонт тротуара, обустройство парковочных мест, замена освещения и установка дополнительного светодиодного. Благодаря посадке деревьев этот уголок станет еще зеленее. К 30 августа двор, который вошел в программу по комплексному благоустройству, заиграет новыми красками. Также на данном адресе установлена губернаторская площадка по программе губернатора. 300 квадратов. Она уже закончена. Домов много вокруг. И вот сейчас есть возможность у всех детей играться на площадке. Раньше на этом месте была устаревшая детская площадка. Сейчас безопасное резиновое покрытие, спортивные игровые элементы, разметка для игры в классике, новые лавочки и мусорные урны. Идет такое комплексное благоустройство. Я думаю, что жители, которые проживают в этих домах, они уже получили удовольствие, потому что стало и красиво, и уютно, и благоустроено, ну и по-современному добротно. Всего в этом году на территории городского округа Люберца установили 8 губернаторских площадок. Однако в рамках программы «Комфортная городская среда» этим летом преобразилось 39 дворов. Луиза Иги Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В прошлом году в Подмосковье стартовала программа «Народные тропы». Ее цель – создать тротуары и заасфальтировать пешеходные дорожки, по которым часто передвигаются местные жители. Городской округ Люберцы участвует в проекте и практически завершил план этого года. Подробности далее. Народная тропа вблизи дома 12 по улице 2-я Заводская. Небольшая дорожка протяженностью 62 метра пользуется популярностью у пешеходов. Она проходит вдоль техникума имени Гагарина. По просьбе сотрудников учебного заведения и местных жителей в этом году участок вошел в региональную программу. Работа здесь начата буквально пять дней назад. На сегодняшний день выполнены все подготовительные работы для асфальтировки. Асфальт приобретается на асфальтном заводе. Он сопровождается всеми сертификатами и паспортами качества. Следовательно, идет определенная гарантия, которую несет изготовитель асфальтировки и непосредственно мы, как подрядчик по выполнению работы. В работах задействовано 5 человек и 2 единицы техники. Установлено 124 единицы бордюрного камня. Уже через несколько дней жители поселка смогут передвигаться по обустроенной пешеходной тропинке. Проект очень востребованный, поэтому в дальнейшем также будем рассматривать те места дополнительные, которые необходимо сделать для более комфортного пешеходного доступа. И, кстати, на этой территории подрядная организация взяла на себя еще дополнительный объем, которого не было изначально в контракте. Буквально дополнительно 25 метров асфальта будет уложено с торца дома. Всего на территории городского округа Люберца обустроят 13 народных троп. По контракту подрядная организация должна завершить все работы 31 августа. Но по прогнозам специалистов со своей задачей она справится досрочно. В микрорайоне Зенина продолжается строительство поликлиники. Она распахнет свои двери для жителей городского округа в начале следующего года. На каком этапе сейчас работы и как будет укомплектовано медицинское учреждение, выясняла съемочная группа нашего телеканала. Новая поликлиника, отвечающая всем современным требованиям ее возведения, началась в конце 2020 года. За это время строители завершили монолитные каркасы и ограждающие конструкции. Устройство внутренних и наружных инженерных сетей на заключительном этапе. Отделка здания и помещений в процессе. Проблем с комплектацией импортным оборудованием не будет. Везде мы подобрали необходимые качественные и достойные аналоги. Поэтому каких-то проблем с передачей в эксплуатацию, в Минздраву, жителям я не вижу. Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Она будет разделена на два блока – детский и взрослый. В новом медицинском учреждении будет работать более 300 специалистов. Рядом располагаться также будет и второй этап строительства и ввода – это скорая помощь. То есть вот этот микрорайон будет закрыт этим объектом полностью. Это очень важно, так как район развивается, очень много молодых семей. Социально важный и необходимый для Зенин объект сдадут в эксплуатацию в начале следующего года. В будущем в этом микрорайоне построят школу и два детских сада. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Округ посетила делегации Общественной палаты Московской области, которая в рамках реализации федерального проекта «Здравконтроль» оценила качество и доступность медицинской помощи в больницах «Люверец». Визит состоялся накануне гражданского форума по развитию здравоохранения Подмосковья здоровья. Он пройдет 2 сентября. Подробности в следующем материале. Московский областной центр охраны материнства и детства. Делегацию Общественной палаты провели по отделениям, познакомились с персоналом, направлениями, по которым оказывают помощь, их 17, и уникальным оборудованием. Как же реаниматологи круглые сутки дежурят. Их 3 реаниматолога дежурят. Поэтому обязательно. Я просто слышал, что именно только в Москве это делают. Да, 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 только у нас это делают. Сейчас в центре находятся 396 детей и 192 мамы. В палатах приходится размещать по 6 пациентов, что не укладывается в современные нормативы. Главный врач Татьяна Мельник признается – тесновато. Дети поступают постоянно. Только вертолетная площадка в сутки принимает 2-3 вертолета. Рекорд – 7. Мы просим построить нам новый хирургический корпус. И вот эта тема строительства нового хирургического корпуса, она уже поднимается очень давно. И, наконец-то, в этом году нас включили в программу строительства этого корпуса. Мы уже начали делать определенную документацию. Кроме этого, центр вошел в программу капитального ремонта. И визит общественников полезен, говорит Татьяна Мельник. Они – связующее звено между медициной и властью. Вопросы и проблемы, которые беспокоят медиков, будут подняты на разных уровнях. Конечно, смотря на это здание, мы понимаем, что здесь необходим ремонт, здесь необходимо строительство дополнительного корпуса, стеклянного перехода, чтобы все было в одном месте, чтобы диагностика и послеоперационное лечение, оно было взаимосвязано. Также в рамках рабочего визита проинспектировали второе стационарное отделение Люберецкой областной больницы. Вместе с администрацией, врачами и членами общественной палаты округа, Евгений Мартынов осмотрел приемные покои. В нескольких помещениях рабочие проводят капитальный ремонт. Осенью здесь откроют рентген-кабинет и установят компьютерный томограф. Изменится и облик здания. Мы ожидаем уже ремонта фасада, то есть вопрос, я так понимаю, практически решен. Но внутри нужен капитальный ремонт, необходимо организовать достойное приемное отделение, где оперативно будут, соответственно, ставить и предварительный диагноз, и окончательный диагноз. И нужно постараться организовать разделение потоков, экстренная плановая госпитализация. Больницу оснастят современным оборудованием для травматологических и хирургических операций. А после завершения ремонтных работ на первом этаже откроется современное приемно-диагностическое отделение. Все вопросы, которые задавали Евгению Мартынову врачи и пациенты, будут рассмотрены на предстоящем форуме. Богдан Колесников, Алексей Абрамов, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Московский облазной центр охраны материнства и детства в этом году отмечают юбилейную дату. С момента основания Люберецкого роддома прошло 50 лет. Сегодня это одно из подразделений многопрофильного медицинского комплекса, который является передовым не только в столичном регионе, но и во всей стране. О его работе наш следующий сюжет. Ребеночек лежит головкой вниз. Анатомию мы этой малышке уже смотрели, у нее все хорошо. Хороший малыш, с малышом все хорошо. Новость о беременности, первое шевеление плода и первый крик ребенка. Их работа и главная миссия – сопровождать женщину во время этих важных моментов. Здоровье тех, кто дарит жизнь, находится в надежных руках сотрудников Московского областного центра охраны материнства и детства. С их помощью тысячи женщин познали радость материнства. Мне посоветовала моя гинеколога из Жуковского именно вот сюда, потому что у меня были проблемы с вынашиванием. И поэтому надо было выбрать именно что-то и поближе к городу, и чтобы отношение было хорошее, и чтобы врачи были компетентны. И если вдруг чего с ребенком, чтобы все было на месте. Врачи и медперсонал Люберецкого роддома заботятся и о том, чтобы процесс родов проходил максимально комфортно и безболезненно. Используют в своей практике передовые технологии и методики. В нашем роддоме сейчас предоставляется такая услуга, как мягкие роды. Оно очень известно во всем мире. Это когда женщина рожает на кровати, на стульчике, в джакузи. Женщина более благоприятна в этом состоянии, приближена к дому. И им это очень нравится. Новые жизни появляются в этих стенах каждый день. Если рождение одних малышей проходит в срок, то в некоторых случаях врачи совершают подвиги. Спасают детей с экстремально низкой массой тела. Проводят хирургические операции в первые секунды после появления ребенка на свет. Справляются с самыми сложными патологиями. Здесь готовы помочь в любой ситуации. В основном приглашаемся на роды и появляемся в жизни ребенка, когда его жизни что-то угрожает. Это неноношенные дети. И были дети, которые доношенные. Были дети с пороками развития, с хирургической патологией, которые были переведены в первые-вторые сутки сразу в отделение хирургии, для проведения хирургической коррекции. На базе стационарного отделения детской больницы работает единственный в регионе ожоговый центр. Здесь оказывают помощь маленьким пациентам с термической травмой и разной степени тяжести. А также проводят пластические операции, чтобы устранить последствия несчастных случаев. У нас проходит где-то за год более тысячи больных, в том числе с тяжелыми ожогами и последствиями ожоговой травмы. За год больше 300 оперативных вмешательств у нас осуществляется. На настоящий момент выполнена реконструктивная восстановительная операция на кистях рук. Мальчик перенес ее хорошо. Добиваться положительных результатов в лечении маленьких пациентов врачам помогает современное оборудование. За последние два года Московский областной центр охраны материнства и детства получил около 150 единиц медицинской техники, в том числе и тяжелой. Это аппараты КТ, МРТ, УЗИ, а также высокотехнологичное операционное оборудование. Мы получили большое количество оборудования для операционной, где оперируются детки с нейрохирургической патологией, потому что работает единственное в Московской области отделение нейрохирургии. Мы получили очень много оборудования для отделения хирургии новорожденных. Совершенно маленьким новорожденным деткам с весом от 500 грамм проводятся операции с применением самого современного оборудования. Многопрофильный медицинский комплекс, который стоит на страже самого дорогого. Его название говорит само за себя. Здесь работают для того, чтобы материнство было счастливым, а детство – здоровым. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Сделать пребывание пациента максимально комфортным, а медицинскую помощь доступной и качественной. Центральное поликлиническое отделение Люберецкой областной больницы присоединилось к пилотному проекту Министерства здравоохранения Московской области – поликлиника «Перезагрузка». Что изменилось в медицинском учреждении, узнали мои коллеги. Безопасность, удобство и комфорт – три основных составляющих пилотного проекта поликлиника «Перезагрузка». Главная цель, чтобы путь пациента от входа в здание до кабинета врача был доступным и понятным. А при возникновении вопросов поможет приветливый персонал и электронные носители. Для пациента, в котором необходимо записаться в кабинет неотложной медицинской помощи, диспансеризации, в прививочный кабинет или в кабинет выписки лекарственных препаратов, можно взять талон по электронной регистратуре. Посетитель с номером Д9 приглашается в кабинет номер 107. И понятная яркая навигация вас проводит в нужный кабинет. Единый стиль и оформление согласно Брэдбуку администраторы форме, которая отличает их от других сотрудников поликлиники. Для комфортного ожидания специально отведенная зона с мягкой мебелью и столики, за которыми можно выпить чашечку кофе. «За короткий промежуток времени нам удалось изменить и внедрить новый стиль организации внутреннего пространства поликлиники. Изменили эргономику расположения кабинетов различных, внедрили ряд дополнительных услуг. На данный момент у нас работает пять администраторов, которые прошли обучение по бесконфликтному общению с пациентами. Регулярно проходят тренинги по повышению стрессоустойчивости». «Поликлиника преобразилась. Здесь стало чисто, красиво. Приветливый медицинский персонал. Очень быстрое медицинское обслуживание и качественное». Работа врачей в штатном режиме. Все специалисты на местах и готовы оказать помощь. В частности, в поликлинике находится дневной стационар, рассчитанный на 52 койки. В его состав входит шесть медицинских профилей. «Это травматология, эндокринология, офтальмология, терапия, кардиология и неврология. Наша задача – поддержать здоровье и профилактика различных заболеваний по этим профилям». Проект «Поликлиника-перезагрузка» подразумевает и обратную связь с пациентами. Жители могут оставить свои комментарии и пожелания. Для этого достаточно навести камеру телефона на табличку с QR-кодом, установленную на сестринских постах, и заполнить анкету. Также можно оставить личное обращение в почтовом ящике или позвонить по телефону горячей линии главного врача. Луиза Игязаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе есть уникальное предприятие, которое специализируется на разработке и производстве продукции транспортного электромашиностроения и силовой электроэнергетики. Завод «Монтаж-автоматика», деятельность которого началась в Люберцах больше 80 лет назад, посетил Владимир Волков. Исполняющий обязанности главы городского округа ознакомился с производственным процессом и пообщался с коллективом. На заводе вся технологическая цепочка производства. Поставка сырья, лазерная резка металла, сварка, зачистка деталей и их покраска, обмотка, изоляция трансформаторов. Благодаря проведенной 10 лет назад реконструкции на предприятии наладили высокотехнологическое производство. Оно позволяет осуществлять массовый выпуск высоковольтного электротехнического оборудования. Тяговые преобразователи и различные по форме и размеру трансформаторы, изготовленные и собранные на «Монтаж-автоматике», устанавливают на всех типах локомотивов и электропоездов. Продукция завода востребована не только на железных дорогах, но и в авиационной промышленности. Вот здесь как раз-таки выпускается уникальное оборудование, которому нет замены ни на одном предприятии в нашей стране, которое замещает единственные, скажем так, образцы лучших западных автоматизированных систем. Продукция завода эксплуатируется в России, Финляндии, Вьетнаме, Индии, странах СНГ. На предприятии работают более 120 человек. Многие из них – жители городского округа Люберцы. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце «Спорта Триумф» прошла ярмарка вакансий. Десятки компаний из Люберец, Москвы и соседних городских округов предложили свою помощь в трудоустройстве. Какие вакансии сегодня востребованы на рынке труда, узнала наша съемочная группа. Здравствуйте. В какой области ищу для себя работу? В финансовой сфере ищу работу. У нас как раз для вас есть вакансия финансового мандера. Евгения Камагина по специальности менеджер по туризму. За годы работы у нее появились постоянные клиенты. Однако в последние годы ситуация в сфере туризма изменилась. И Евгения решила сменить сферу деятельности. Подходящую работу нашла в Люберцах. Там у них есть несколько вакансий. Как раз в финансовой сфере и оператор ПК меня еще заинтересовала вакансия. Договорились быть на связи. То есть, ну вот как бы созвониться в ближайшее время. Зарплата, кстати, поинтересовалась даже больше, чем я зарабатывала. На сегодняшний момент у нас безработных граждан намного меньше, чем потребность у работодателей. Спектр вакансий очень большой. То есть, любой безработный сможет найти себе работу. Только сегодня заявленная потребность у работодателей, которые присутствуют на ярмарке вакансий, более полутора тысяч. Востребованы инженеры и рабочие. Электросварщики, монтажники, токари. Петр Попов – слесарь механо-сборочных работ. До выхода на пенсию осталось несколько лет. Ездить на работу в Москву далеко. Уволился. Теперь подыскивает работу в родных Люберцах. Посмотрю, подходящее, да, подходящее. Но там надо потом будет все звонить, прояснить. Я в Москве последнее время работаю. Туда ездить не хочется. Ярмарка вакансий проходит более десяти лет. Сегодня на учете в Центре занятости населения состоят 795 жителей округа. С каждым годом количество безработных сокращается. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберецкий городской округ принял выездное заседание Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы. Депутаты регионального парламента приехали, чтобы обсудить создание и развитие на территории Подмосковья информационной системы экологического мониторинга окружающей среды. Люберцы выбраны не случайно. Главная тема выездного заседания – воздух. Началось оно в микрорайоне «Самолет» на территории 28-й школы, где установлено два типа оборудования для мониторинга загрязнения воздуха – навесное и контейнерное. Это полностью автоматическая станция служит для контроля загрязнения воздуха от различных загрязняющих веществ. Таких как СО, окисло-азота, сероводород, дексицеры и других веществ. По словам специалистов, два типа устройств используются, чтобы была возможность провести сравнительный анализ информации, которую они собрали. Контейнер работает круглосуточно. Блок газоанализаторов произведен в США. Данные поступают в Центр обработки информации. Таких постов на линии сприкосновения Московской области и столицы – 19. Здесь оборудовалось рабочее место инженера, который позволяет ему и заниматься обслуживанием оборудования, и производить какие-то сопутствующие технологические операции. Заседание продолжилось в администрации. Исполняющий обязанности главы Владимир Волков отметил, что округ исторически сложился как промышленный. Поэтому ситуация требует особого подхода. За последние пять лет закрыты цементные и асфальтобетонные заводы. Прекратил прием мусора полигон Торбеева. Но продолжают работу мусоросжигательный, нефтеперерабатывающий и другие заводы. В городском округе Люберцы установлены стационарные датчики контроля атмосферного воздуха в рамках пилотной программы Министерства экологии и природы пользования Московской области в количестве 15 штук. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий подтвердил – округ особый. За последние годы к решению проблем экологии привлечены все ведомства. Администрация, природоохранная прокуратура, правоохранительные органы. Есть понятие «роза ведром», «роза ведром» – она из Москвы на юго-восток. Потому что все, что есть в Москве или за Москвой, идет через Москву. И хорошее и плохое, оно приходит сюда в Люберце. Именно поэтому здесь создана одна из первых рабочих групп по контролю за состоянием воздуха. Люберцы стали базовым полигоном, где приходило понимание, как работать в сфере экологического мониторинга. Первый запрос к нам пришел из Люберца. Да, нам надо. Нам надо здесь, нам надо здесь, нам тут, нам так и еще что-то. По всей остальной области мы, наоборот, самостоятельно подыскивали места. Не все районы, но вот Люберцы одни из первых, откликнулись, где правильно нужно, необходимо установить датчики. Установка оборудования стартовала в 2020 году. Сейчас в 46 муниципальных образованиях установлено 166 постов, контролирующих уровень загрязнения воздуха. Работа будет продолжена. В планах охватить все города и округа столичного региона. Это только официально внесенных 16 тысяч объектов негативного воздействия, которые суммарно вместе с стационарные источники и передвижные формируют суммарно 1,6 миллионов тонн. В этом году наблюдательную сеть станций увеличат до 245. После формирования системы мониторинга целиком количество постов составит 300. Сейчас подбираются места для их установки. За время работы действующих станций составлена карта загрязнения воздуха в Московской области. Определены наиболее загрязненные территории. Выявлены самые крупные загрязнители. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Борьба с незаконными проломами ограждений железнодорожных путей будет усилена, а передвижение граждан по несанкционированным маршрутам должно быть пресечено. Об этом договорились власти округа, РЖД и полиция. Подробности ремонта ограды у станции Ухтомска в материале моих коллег. Незаконный пролом у станции Ухтомска – один из самых популярных у либерчан и гостей округа. Движение постоянное. Налегкие с велосипедом, поодиночке и группами. С проблемой ознакомился исполняющий обязанности главы Владимир Волков. Первое поручение – заделывать пролом ежедневно. В ближайшее время на примере вот этого перехода будет заварено еще дополнительно 8 мест переходов. Соответственно, на строительство в этом году средств выделено около 300 миллионов рублей на строительство пешеходного перехода над железной дороги. Это рядом со станцией Ухтомского. В фургоне сварочный аппарат, запас электродов и металлического профиля – 20 на 20. Рабочие говорят, каждый день заделываем от 3 до 6 проломов. Ликвидация начинается с замеров, потом определение мест сварки. Продолжительность работы зависит от особенности пролома. От сложности проема, от насколько он большой и обстановка вокруг него. Рядом дежурят дружинники, которые разворачивают желающих пройти. В первый раз делаются устные замечания. При повторном нарушении сотрудники полиции налагают штраф – 100 рублей. Ежедневно проводим рейды на платформах, такие как станции Люберцы, Панки, Томилино. Боремся с незаконными вот этими проломами. Предупреждаем граждан, чтобы они совершали переходы на санкционированных пешеходных переходах. Я обращаюсь, пользуясь случаем, как раз таки ко всем жителям, кто сокращает свой путь от дома на работу, либо обратно, вот по таким подобным тропам. Конечно же, надо быть максимально внимательными и стараться обходить такие места. Власти округа будут предпринимать все меры, чтобы обеспечить безопасное преодоление железнодорожных путей. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Учреждения дополнительного образования активно готовятся к новому учебному году. Если в некоторых достаточно провести плановую работу, то в других требуется более масштабное вмешательство. В детской музыкальной школе номер два этим летом стартовал ремонт фасада. Сейчас он на заключительном этапе. С подробностями Луизы и Геазарян. Основное издание детской музыкальной школы номер два – самое старое. И, как говорят педагоги, для них оно самое любимое. Благодаря бережному отношению, объект, построенный еще в довоенное время, выглядит как новый. Этим летом впервые за многие годы отремонтировали весь фасад здания. До этого приводили в порядок только лицевую часть. Школа приобрела совершенно другой вид. Ходишь и радуешься. У нас здесь череда каких-то небольших преобразований в школе проходила. Во-первых, мы заменили окна в свое время здесь, в этом здании. Потом нам положили асфальт. Ну и внутри нам отремонтировали небольшой камерный зал. Средства на реставрацию фасада выделили из бюджета городского округа Люберцы. В дальнейшем учреждения культуры планируют включить в программу капитального ремонта. Я сегодня поставил перед собой задачу. Как-то буду эту тему решать на уровне области со своими коллегами. По большому счету, никто не помнит, когда был капитальный ремонт. А он востребован. Поэтому этой темой мы займемся. На сегодняшний день во второй музыкальной школе обучается более 400 детей. Кроме основного здания у учреждения дополнительного образования есть еще три филиала. Во дворце культуры, в 15-м лицее и в 28-й школе. Для начала нового учебного года остаются считанные дни. У родителей и школьников горячая подготовительная пора к первому сентября. Один из главных пунктов – покупка школьной формы и обуви. Наша съемочная группа отправилась на шоппинг вместе с мамой двух дочерей. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, а есть у вас форма школьная на девочек 10 лет? Конечно. Сейчас все подберем. Выбор школьной одежды большой, поэтому сложный. Софья собирается в 4-й класс, Ализа в 5-й. Старшая дочь предпочитает брюки, а младшей нравятся сарафаны. Глаза разбегаются, но продавец помогает подобрать то, что им точно подойдет. Пару минут в примерочной, и школьницы готовы к выходу. Нам очень нравится. Я думаю, что девочкам нравится. Мы очень довольны. Конечно же, я учитываю их мнение. Они показывают, они говорят, что им хотелось бы. В примерке уже смотрим, что нам подходит, что не подходит. И тут уже у нас идет диалог о том, что берем мы это или не берем. Эти вещи решили точно брать. А еще в списке покупок – рюкзаки и концтовары. За ними мама и девочки пошли в соседний отдел. Поход перед началом учебного года в текстиль-профи уже традиция. Здесь можно подготовиться к школе от А до Я. У нас всегда есть как минимум от пяти до десяти даже более магазинов для школы, где все для школы. Стараемся с каждым годом сделать это больше, выбор увеличить, ассортимент увеличить, чтобы востребованность растет. Люди хотят больше, хотят интереснее, хотят разнообразия. У нас очень много производителей, официальных представителей. Фабрик России, Китая, Узбекистана, Кыргызстан есть школьные формы. То есть они работают напрямую, прямо от фабрик. Школьный базар открылся в текстиль-профи 10 августа. Он будет работать до конца сентября. Распознать отделы с товарами для школы можно с помощью специальных стикеров. Покупателям обещают приятные скидки и выгодные акции. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберчане продолжают принимать участие во всероссийской акции «Книги Донбассу». В округе уже собрали более 2,5 тысяч книг, которые отправили в школьные и публичные библиотеки в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Как жители участвуют в благотворительной акции, узнала съемочная группа нашего телеканала. Пусть читает подрастающее поколение. Когда ветеран педагогического труда Валентина Морозова услышала, что в Люберцах работает пункт сбора литературы для жителей Донбасса, тоже решила принять участие в благотворительной акции. Книг дома много, а дети и внуки давно выросли. Пусть дети развиваются, пусть дети учат русский язык. Здесь всякие книги, и Короленко, и Достоевский, и Толстой. Собранные книги, а это художественная литература, публицистика, словари и энциклопедии, Валентина Ивановна вместе с волонтерами упаковала и передала в общественную приемную партии «Единая Россия», которая инициировала проведение этой акции. Свои детские книжки передает сверстникам и школьница Ксения Дроздова. Вместе с мамой Ксюша пришла в библиотеку имени Есенина. Здесь, на Октябрьском проспекте 49, тоже работает пункт сбора литературы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу отдать книжки детям Донбасса. Замечательно. Проходите. Ксения принесла свои любимые сказки и сборники детских рассказов Аркадия Гайдара и Юрия Коваля. Я эти книжки за лето уже прочитала и решила их отдать детям Донбасса, чтобы они учились, читали их. Жители очень активно откликнулись на вот эту вот акцию. В неделю мы собираем порядка 200 книг. Жители приносят, приносят. Книги хорошие, приносят интересные. Еще у нас есть такая история, что мы пишем письма, чтобы люди, когда распаковывали коробку с книгами, то есть они почитали еще добрые пожелания от нас. Книги – не только главный источник знаний и мудрости. На них воспитывают любовь к родине. В акции «Книги Донбассу», участниками которой стали многие жители городского округа, может принять участие каждый люберчанин. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах отметили День российского флага. Торжества прошли на всех главных площадках округа. Подробнее у моих коллег. Под трехцветным флагом живет и развивается Россия уже три десятилетия. Бело-синий-красный стяг, как государственный символ страны, утвердили в 1991 году. А праздник в честь российского триколора впервые отметили 28 лет назад. В парке Малаховское озеро дети принимают участие в мастер-классе по изготовлению флага из бумаги и рисуют на асфальте. Ученица 46-й гимназии Александра Давид тоже приняла участие в конкурсе рисунка. О том, что каждый цвет имеет свое значение, знает. Белый цвет – мира и чистоты, синий – вера и правды, а красная – сила. А еще алый цвет символизирует отвагу и кровь, пролитую за Отечество. Российский триколор имеет многовековую историю. Государственный флаг в России появился в эпоху становления России как мощного государства, во времена царствования Алексея Михайловича Романова, отца Петра I. Более 300 лет назад наш флаг был поднят на первом российском военном корабле. Сегодня прекрасный праздник, день нашего российского флага. На самом деле я обожаю праздники подобного рода, потому что появляется огромное чувство гордости. Я думаю, что такие праздники, они очень объединяют наш народ. А в Краскове главной площадкой празднования и местом притяжения стал Сквер Победы. Отметить День национального триколора пришли люди разного возраста. Жителей поселка поздравили в песнях, стихах и танцах. В каждом произведении любовь к родине и гордость за свою страну. «Россия, мы дети твои, Россия, нужны нам твои голоса». Флаг России – это наше все, наша Родина, наша Россия. Я поздравляю сегодня Днем Государственного флага России и желаю всем людям земного шара России здоровья и жизни. Я желаю всем жителям Любереж, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы была хорошая погода и чтобы все было хорошо. В Томилине День флага отметили в парке сказок. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание детей. На мастер-классе по аппликации заняты все места. «Делать надо сердечко в виде российского флага». «Сегодня праздник у нас День российского флага, поэтому у нас аппликации в цветах российского флага. С одной стороны мы делаем сердечки, что мы любим Россию, и наш флаг. А с другой стороны мы делаем также в цветах триколора, но уже цветочками». На груди у взрослых и детей ленты окрашены в цвета триколора. У баннера с названием праздника зона для фотографирования. Кроме мастерской по аппликации работает творческая мастерская рисунка на асфальте. «Из певцов приглашены творческие коллективы и солисты Центра культуры Томилина. Это жители Томилина и близлежащих поселений городского округа Люберцент». Артисты исполнили современные патриотические песни о России, а фольклорный ансамбль «Томилинская слобода» – народные. Главным местом притяжения Люберчан в день флага Российской Федерации стал парк «Наташинские пруды». Жители округа погрузились в праздничную атмосферу и ждала насыщенная программа с песнями, танцами и патриотическими флешмобами. На концерте работали и мы. Сразу при входе в парк главный виновник праздника – 30-метровый российский триколор. Огромное полотнище несут к сцене несколько человек. Возглавляет торжественную колонну подполковник МВД, председатель Совета ветеранов Росгвардии Владимир Халяпин. Гордость за свой народ, за свой флаг, за флаг России 30-летний. По дороге главной сцене творческие мастер-классы и выставки учреждений культуры. Сотрудники библиотеки имени Есенина организовали патриотическую акцию «Подари сердце России». Посетители нашей инсталляции подписывают сердечки, желают, самые добрые слова пишут. И в дальнейшем приклеивают в виде триколора эти сердечки на наш замечательный баннер. Также мы развлекаем детей, взрослых, викторинами, играми, дарим призы и подарки. На площади перед амфитеатром тем временем праздничный концерт. Когда многометровый триколор поднесли к сцене, прозвучала главная песня страны. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это символ нашего государства, неотъемлемый символ, так же, как и герб. Я желаю всем только здоровья, благополучия, всегда работать на благо нашей Родины. ПЕСНЯ Здоровья, благополучия, гордиться тем, что мы россияне. ПЕСНЯ В нашей великой стране Россия, слава! А Люберецкому городскому округу, ура! ПЕСНЯ На сцене чествовали студентов и педагогов, которые участвуют в волонтерской деятельности. А десятерым люберецким школьникам, которые хорошо учатся и принимают активное участие в жизни округа, вручили паспорта, значит, стали полноправными гражданами нашей страны. ПЕСНЯ Очень необычно, особенно в такой день, в день государственного флага, когда тебе 14 лет, и ты уже гражданин России. На центральной площади юные люберчане выполняли задания на развитие памяти и внимания, изготавливали подделки из бумаги. ПЕСНЯ Для жителей Люберецк организовали серию дворовых праздников. В микрорайонах городского округа прошли развлекательные программы с аниматорами и творческими коллективами. Наша съемочная группа наблюдала за происходящим. ПЕСНЯ Укрепить добрососедские отношения и весело провести время рядом со своим домом. Двор на улице Космонавтов сегодня как большая развлекательная площадка, которая собрала жителей сразу нескольких многоэтажек для поднятия настроения музыка и угощения. ПЕСНЯ Чтобы узнать, как можно больше мнений, на праздники организовали сбор предложений и пожеланий. Такая акция проходит в преддверии большого юбилея. В следующем году Люберцам исполнится 400 лет. ПЕСНЯ Предложения от собачников много. Строить им какие-то площадки огромные, чтобы там можно было где погулять. Спортивные площадки, секции предлагают новые. Праздник двора прошел и на улице Инициативный, дом 13. Спортивная площадка полна. Дети, родители, бабушки и дедушки. По словам жителей, такой праздник для них в новинку. Поразил масштабом. И хотелось бы, чтобы он стал традиционным. ПЕСНЯ Здорово, весело, детям интересно. Ну, то есть, такие мероприятия, охота приходить. Бесплатный аквагрим, танцы. Ну, что еще детям нужно? Организация хорошая, детям очень нравится. Самое главное, чтобы детей заняли. Праздничная программа рассчитана на полтора часа. Для детей аквагрим, танцы и викторины. Для семей конкурсы. Для старшего поколения концерт. Поют солисты коллектива «Балаган Лимитед». ПЕСНЯ ПЕСНЯ Праздник двора совпал с яблочным спасом. Поэтому в качестве угощения, конечно, яблоки. Организаторы приготовили несколько корзин, которые быстро опустили. Алексей Абрамов, Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. К началу учебного года в Люберцах откроют еще два школьных стадиона, на которых смогут заниматься спортом все желающие. Один из них появится на территории 12 лице. Работы выполняют в рамках реализации партийного проекта «Единая Россия. Городская среда». Стадион на этом месте был предусмотрен с момента открытия школы. Почти 40 лет назад. Обычное футбольное поле, несколько турников и грунтовая беговая дорожка. Раньше были двое ворот и такое вот песчаное поле непонятного плана. В начальной школе у нас есть такая площадка, и старшие дети все бегали туда. Ну а сейчас мы рады, что у нас новое поле и, можно сказать, новый современный стадион. Уже с начала нового учебного года дети будут играть в футбол на поле с искусственным газоном, бегать по легкоатлетической дорожке, выполнять прыжки в длину. Здесь созданы все условия для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Работы почти завершены. Осталось подсыпать грунт, подсеять газонную траву. Если мы сделаем, то сделаем хорошо, чтобы потом не возвращаться. Все правильно, сделаем. А где для жителей будет вход? Там вход. При реализации регионального проекта «Открытый стадион» обеспечены все необходимые меры безопасности. Спортивная площадка огорожена. Для жителей отдельный вход со стороны дома номер 19А по улице Побратимов. Оборудована велопарковка. Мы школьные стадионы стремимся каким-то образом так, скажем, обновить, чтобы здесь было бы и хорошее футбольное поле, и легкоатлетическая зона, воркаут, все, что касается стадиона, легкоатлетических дорожек. Все это сделано. Осталось некие штрихи, все, что касается благоустройства. Работы по благоустройству здесь и на территории 24-й гимназии, где тоже обустраивают стадион, завершат в начале сентября. Всего в округе будут работать 18 школьных стадионов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел муниципальный этап отборочных соревнований по уличному футболу «Короли Коробки». На стадионе «Урожай» в Томилине собрались команды из Люберец, Дзержинска, Раменского и Томилина. О футболистах-любителях наш следующий сюжет. Три полевых игрока и один вратарь. Состав сборных уличного футбола отличается по количеству участников. Игроки в голубой форме из Томилина. В таком формате они играют впервые, но новичками их не назовешь. Во дворе футбол играют часто, чтобы на турнире показать хороший результат. Мы играем, надо очки зарабатывать. Тут нет ограничений по матчам. Ты выиграл, остаешься. Проиграл, уходишь и ждешь свою смену. Мы пришли на соревнования. Хотелось бы выиграть, но участие тоже важно. В соревнованиях на стадионе «Урожай» приняли участие шесть команд. Из Люберец, Раменского, Томилина и Дзержинского. Это спортсмены-любители в возрасте 13-16 лет. Чтобы стать участником соревнований, им нужно было только желание. Это стандартный уличный футбол. Во дворе всегда, когда много команд набирается, они делятся на группы, на команды. И играют определенное количество времени, чтобы у всех была возможность поиграть в футбол. Поиграли, поменялись, вышли другие. Опять же, поменялись, меняются. Играют практически каждый из каждого по нескольку раз на большом промежутке времени. В этом турнире победителями стал футбольный клуб «Гол» из Томилина. Теперь победители зональных этапов примут участие в суперфинале, который состоится 3 сентября в Красногорске. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершил еще больше подробностей. Вы сможете найти на нашем сайте LRT.TV или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин